Они готовы перейти в иншее помещение, которое сейчас контролируют ветераны полка ОЗОВ. Он находится буквально в 300 метрах от этого котеля Казацкого. Там нормальные условия. Поэтому мы сейчас ждем окончнего командира полка ОЗОВ, который дал свою сгоду на перемещение людей на территорию, которую он контролирует. А он его контролирует сам с революцией ИДНО, а с начала революцией ИДНО. Он просто хочет быть присутствием при этом перемещении. Ну, посмотрите на тех людей, которых он принимает под свою кровь. Казатель Казацкий, в зависимости от Минобороны, насколько я понимаю? Это государственное предприятие Министерства обороны. И это написано там. Окей, а еще до сгоду, которую они с начала пришли? Да. Спочатку дейсно была домовлена с керевництвом котеля Казацкий, чтобы они на определенный час находились на его территории. Но я в этот раз закончился. Поэтому и возникла необходимость принятия этих компромиссов. Пожалуйста, какие свои требования вам услышали? Нет. Нет. Это не относится к великому раху. Мы – структура, государственная структура, которая выполняет политические решения. Но мы не субъектом проведения политических решений. Это не наша справа. Это справа граждан Украины, гражданских организаций, которые, согласно Конституции, имеют право собирать себе оружие, выставить какие-то свои. И мы сюда не втручаемся. Поэтому я не знаю, какая это организация, вещи на территории. Это очень интересно. Это очень интересно, что это это для того чтобыкуратитьанные, а это для того чтобыnosи из-за того, не понимая. Это будет очень интересно. Так как то появилось это, Перемаскиваются.